Экологичная среда. В населенных пунктах Карачаева-Черкесии началась установка новых контейнеров для раздельного сбора мусора. Для этого власти региона уже закупили около более тысячи емкостей двух типов. Синего цвета для сбора сухих отходов, которые можно вторично использовать путем переработки. Это бумага, стекло, пластик, металл. А серые контейнеры предназначены для несортированных отходов. Региональные операторы будут вывозить мусор с площадок в разное время. В один день несортированные отходы, а в другой либо в тот же день, только следующим рейсом, сортированное вторсырье. В нынешнем году такие контейнеры планируют установить в 15 населенных пунктах республики. С 2021 года мы в республике начали внедрение раздельного сбора вывоза твердых коммунальных отходов. Мы планировали приобрести 1575 контейнеров для раздельного сбора, но у нас получилось приобрести большее количество, 1780 контейнеров уже приобретено 15 муниципальными образованиями республики. Эти контейнеры приобрели город Черкесск, Тиберда, Домбай, два поселения в Прикубанском районе, даже три – Октябрьское, Ударное и Кавказский, все поселения Ногайского района, Кумыш, Правокубанка и Преградное и Станица Зеленчукская. В целом вот 1780 контейнеров. Станица Зеленчукская установила уже все контейнеры. В остальных районах еще готовятся площадки. Частично установила Правокубанка, частично установила Преградное и остальные районы готовятся, готовят площадки и мы думаем к концу марта они будут установлены полностью на всей территории республики. Значит приобретено два вида контейнеров синего цвета для сбора сухих отходов, которых можно вторично использовать в дальнейшем, перерабатывать и использовать. Это бумага, стекло, пластик, металл и серые контейнеры для несортированных отходов. Региональные операторы будут вывозить отходы с этих площадок в разное время. Допустим приобретать отдельную спецтехнику куда бы загрузили сразу два вида контейнеров на сегодня нецелесообразно. Организовали они таким образом в один день они будут вывозить несортированные отходы и в другой день, либо в тот же день, но после следующими рейсами они будут вывозить сортированные отходы. Остальные районы мы в этом году также планируем подать заявку в Министерство природных ресурсов Российской Федерации и обеспечить остальные районы также контейнерами для раздельного сбора. У нас общая потребность порядка четырех с половиной тысяч. Тысяча семьсот восемьдесят мы приобрели. Планируем более тысячи приобрести и в этом году. Насколько вот эта программа у нас получится, мы посмотрим. В год житель России производит 400 килограмм отходов. Это 40 миллионов тонн мусора со всей России, 93 процента которого вывозятся на полигоны и свалки. Раздельный сбор позволяет перерабатывать до 90 процентов отходов, образующихся у людей. С внедренным и доступным раздельным сбором выкидывать практически нечего, все идет в дело. И в России уже есть перерабатывающие предприятия, и они недозагружены, поэтому развивать систему раздельного сбора с нуля не нужно. На производство мусора тратятся ресурсы нефть, древесина, чистая вода, топливо для перевозки и электричества. Раздельный сбор дает возможность этим ресурсам не пропадать. Для системы раздельного сбора мусора почти все отходы – это вторичное сырье, которое можно еще не раз использовать для производства новой продукции. Весь мусор, все отходы поступают на полигоны. На черкесский полигон и на полигон, расположенный в городе Ужжигута, это чистый город. Полигоны также готовы к работе с раздельным сбором. Здесь, в данном этапе, на обоих полигонов установлена сортировочная линия. Когда будут поступать сортированные отходы от синих контейнеров, здесь намного упрощается работа на сортировочной линии, ускоряются процессы. И очень большой процент выхода отходов можно направлять на обработку, переработку этих отходов. Ну а несортированные уже будут также вот в другое время на той же линии, и там будут в основном, конечно, эти отходы на захоронение. Мотивация. Вот сейчас региональные операторы и полигоны рассматривают меры. Возможно, будут пункты приема раздельно стекла, раздельно бумаги, картона. Сейчас вот они над этим работают. И мотивация будет в плане таком, что принесли стекло, за это у них будет либо объем сниматься с нормы накопления, либо, может быть, какая-то компенсация будет выплачиваться. Ну, в работе сейчас вот все вот эти мотивационные меры. С пунктов приема мусора все собранные отходы отправляются на заводы по переработке. Вторсырье используется для дальнейшего производства товаров. Для предприятий выгодно применение в производственном цикле вторичного сырья, так как оно снижает себестоимость продукции. При этом остаются нетронутыми природные ресурсы, например, лес при производстве бумаги. А вот какой может быть вторая жизнь пластиковых бутылок. Для изготовления футболки требуется 7 бутылок из пластика. Для куртки из флиса – 25. Создание пластикового стула, возможно, из 110 емкостей. Из 1200 пластиковых бутылок можно создать ковровое покрытие для комнаты. В Карачаево-Черкесии работу по сортировке вторсырья начали относительно недавно, но уже возлагают на это большие надежды. В области обращения с отходами мы плотно начали работать с 2019 года. Внедрили новую систему обращения с отходами. Конечно, на первоначальном этапе с трудностями сталкивалось и население, которое до этого времени не знало, куда девать свои отходы. Отходы отбирались и вывозились с мест общего накопления, с общих площадок. По жилью, по жилому сектору почти нигде не был организован вывоз мусора, поэтому жители были наедине с этой проблемой. Конечно, пришлось на многое обратить внимание, многие вещи пришлось поизучать. К счастью, нас очень многие поддержали. Реформа в области обращения с отходов населением принята в целом так, как мы и ожидали. Значит, по оплате нормативы были по просьбе населения актуализированы, пересмотрены. Сейчас вот также идет работа по замерам норм накопления, потому что никто бы не хотел нагружать ни юридические лица, не физические лица той ношей, которую они не могут, допустим, унести. Но мы должны понимать, что в целом количество мусора на территории республики увеличивается. Мы слышим и во всех средствах массовой информации, читаем о том, что к нам увеличился поток туристов. Это тоже говорит о том, что есть мусор, который бы мы вначале до этого не предвидели. Вот сейчас работаем вместе с региональными операторами по образованию мест, куда бы можно было собирать эти отходы и вывозить. Органы местного самоуправления нам тоже оказывают поддержку в работе с реформой. В будущем мы планируем построить два мусоросортировочных комплекса. Один в Зеленчукском районе и один мусоросортировочный комплекс увеличить на территории существующего полигона в селе Пригородное. Также увеличивается мощность сортировочной линии в будущем и на полигоне Чистый город. В дальнейшем, конечно, мы бы хотели и работаем над тем, чтобы построить полигон в Зеленчукском районе, в станице Зеленчукской, недалеко от той свалки, которая была до настоящего времени. Мы все знаем, что в прошлом году была ликвидирована свалка. И вот выделен участок недалеко от него для строительства нового полигона и для строительства мусоросортировочного комплекса. В Карачаево-Черкесии улучшения коснулись не только раздельного сбора мусора, но и вывоза ТБО в целом. Например, в прошлом году САХ Черкеска получил новую технику для более комфортной работы. Андрей Попков работает водителем мусоровоза уже четвертый год и не понаслышке знает, как тяжело поддерживать чистоту города, который заметно расширился за последние годы. Построено множество парков и скверов, воздвигаются новые жилые дома. Современный человек потребляет все больше, а значит и производит все больше мусора. Для того, чтобы уборка происходила быстрее и эффективнее, нужна была современная техника. И постепенно транспортный парк спецавтохозяйства пополняется. В частности, этими новыми машинами, на которых предстоит работать Андрею. Новые машины – это песня. На старой, на своей машине я три рейса делаю. У меня участок не настолько большой, но там выходят три рейса. А на этой машине у него и плотность работы пресса гораздо больше, разные цифры там идут. Допустим, на нем я могу свой участок убрать за один рейс. То есть, это три-четыре часа. Среди новой техники большинство обладают уникальными функциями. Например, этот компактный мусоровоз работает в тесных условиях, куда другие аналоги этой машины попросту не могут подъехать. А вот эта техника, благодаря специальной установке, способна быстро решать проблему скопления веток и больших свалок. Уникальная для города и единственная на всю республику – вот эта новая подметально-уборочная машина. Работать она будет на пешеходных зонах, облегчая нелегкий труд дворников, вручную собирающих мусор. Машинка достаточно компактная, легкая и как раз предназначена для тех зон, куда не может зайти тяжелая техника. Машина подметает мусор и весь мусор у нее собирается в отдельный бункер. То есть, не нужно никаких отдельных тракторов, прицепов. Все она собирает в себя. Несмотря на все это, на пути к чистым мусорным площадкам стоит главная проблема. Припаркованные автомобили перекрывают подъезд, тем самым парализуя их работу. Водители мусоровозов просят автолюбителей внимательнее отнестись к этой проблеме. Мусор может накапливаться неделями. А ведь всего-то нужно быть более ответственными и не мешать проезду спецтехники. Мы покажем примеры, а дальше уже люди будут поддерживать ту чистоту, которую мы им показываем. Показываем ежедневно. На протяжении 11 лет уже ежедневно мы делаем город чище, чтобы к 8 часам люди шли на работу по чистому городу. Надеемся, он будет еще чище и краше. Новая техника станет серьезным подспорьем для спецавтохозяйства в решении ежедневных задач по поддержанию чистоты и порядка в городе. Дефицита уборочных машин больше нет, но залог успеха, как говорят в САХе, в совместной ответственности и работе. Как самих работников хозяйства, так и горожан. Ведь, как мы все знаем, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. КОНЕЦ